200 тысяч рублей за нового работника. Теперь каждому предприятию Якутии, которое принимает в штат жителя сельской местности или арктических улусов, власти будут выделять денежный сертификат. Таким образом, в республике выполняют госпрограмму трудовой мобильности. Например, по этой программе Мирнинский филиал Почты России принял на работу специалиста из Намского улуса. Подробности у Ларисы Удовенко. Конечно, она волнуется. Новый город, новые люди, новая работа. Антонида Иванова стала первым специалистом, которого пригласили в Мирный по программе «Трудовая мобильность». Жила в Намском улусе. Не могла найти работу по специальности. Я сейчас у родственников пока живу, ищу квартиру. Город такой молодой, перспективный, очень чистый. Мне понравилось. Я окончила Якутский колледж связи и энергетики, специальности оператор связи. Искала работы по специальности. И вот мне предложили в Намском центре занятости. Услышала о такой программе впервые. Теперь Антонида работает в Мирнинском почтовом отделении. От государства руководителю предприятия вручают 200 тысяч рублей. Они станут подъемными для нового сотрудника. Она будет возмещать свои расходы. То есть это переезд, оплата за проезд и за проживание. То есть съем жилья. Мирнинский главпочтант принял участие в программе «Трудовая мобильность». Цель этого госпроекта – помочь жителям сельских улусов Якутии найти работу в промышленных районах через центры занятости. Кроме почтанта, еще две организации Мирнинского района готовы принять на работу специалистов из сельских и арктических улусов. Это авиакомпания «Алроса» и западные электросети. Очень трудно найти претендентов по республике, в частности в сельских и арктических улусов, в связи с высокими требованиями работодателей. Мы в настоящий момент продолжаем поиски авиатехников и электромонтера пятого разряда. В центре занятости, надеются, в следующем году список работодателей, имеющих право принять участие в программе, будет расширен. Пока господдержкой в 200 тысяч рублей для привлечения специалистов могут воспользоваться предприятия по добыче, обрабатывающие производство, организации по распределению электроэнергии, газа и воды, а также предприятия связи, транспорта и строительства, в которых работает не менее 100 человек. «Мы с большими надеждами ожидаем внесения изменений в данное положение. К следующему году мы ожидаем то, что в данный перечень экономических видов деятельности будет включено сельское хозяйство, и среднесписочная численность будет уменьшена до 30 человек». Пока государственная программа «Трудовая мобильность» медленно набирает обороты. Из девяти рабочих мест, которые планировали заполнить в Мирненском районе в этом году, специалист нашелся только на одну вакансию.